Британский ученый Джеральд Чешир, академик, как его называют британские средства массовой информации, из университета Брис Толя, полагает, что раскрыл тайну манускрипта Войнича. Понял, о чем повествует эта таинственная рукописная книга с картинками, смысл которой оставался непостижимым вот уже более ста лет. По словам академика, он определил главный язык зашифрованного текста и систему его записи. Напомню, манускрипт Войнича. Это примерно 250 страниц текста, написанного гусиным пером, чернилами, на такой гаденькой, почти оберточной бумаге, размером 25,5 на 16 сантиметров. И этот текст снабжен множеством иллюстраций, которые выполнены пятью красками. Буковки абсолютно кракозябры, хотя выглядят красиво. Совершенно непонятно, что они означают, что означают слова, которых в этом манускрипте примерно 250 тысяч, из которых более 40 тысяч разных. Значит, я говорю, полно иллюстраций, там и созвездия, есть и растения какие-то, какие-то схемы каких-то похожих на процедур. Полно обнаженных женщин, которые купаются в каких-то ваннах. Вот уже более ста лет ученые пытаются расшифровать этот манускрипт, но у них ничего не получается, хотя доказано какой-то скрытый смысл в этих кракозябрах, в этих странных словах написанных, в разной длины смысл имеется. Математики это доказали. Почему манускрипт называется манускриптом Войничем? Потому что купил американский букинеист Ульфред Войнич, муж Тетель Лилиан Войнич, той самой женщины, которая написала легендарный роман «Овод». Купил он его в 1912 году и обнаружил среди этих страниц письмо, датированное 1666 годом от ректора Ражского университета, из письма, которого следовало, что римский император Рудольф II Богемский, правивший с 1576 года по 1612, купил этот манускрипт за 600 дукатов, это примерно 3,5 килограмма золота. То есть еще в 1666 году манускрипт очень ценился. А анализ показал, что написано, вот эта рукопись была где-то между 1404 и 1438 годами. Что говорит вот этот самый Чешир? Где он понял, на каком языке это все написано? А написано это якобы на старо-романском языке, на языке, который предшествовал французскому, итальянскому, испанскому, то есть таким современным романским языком. Якобы кто-то написал его специально для королевы Арагонской, вроде это представляет он из себя некий-некий справочник. Дальше Джерард говорит, что дайте мне время, и я расшифрую вам полностью весь этот манускрипт. Дай бог ему успеха, потому что в самом деле хочется узнать, о чем эта загадочная книга. Но, увы, подобных заявлений о том, что я завтра расшифрую, ну не завтра, так через годик-другой, подобных заявлений было множество. И множество было заявлений о языке, на котором написана эта рукопись. Вот Чешир говорит, что это старо-романский, до него люди говорили, что нет, написано на иврите, а еще до них говорили, что написано на языке каких-то древних индейцев Южной Америки. Все обещали расшифровать, но пока, увы, ни одного заявления о том, что текст расшифрован целиком, ну или хотя бы частично, до сих пор нет. Ждем, как говорится. Обнадежил, в общем-то, нас Джеров Чешир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok